Plainflate Media Lab – это платформа, целью которой является продвижение андеграундных артистов, художников и медиапроектов. Мы верим, что каждый человек может найти свое место в мире медиа и искусства. Платформа предоставляет пространство для пользователей, чтобы делиться своим творчеством – музыкой, фотографиями, видеоартом, инсталляциями и другими формами искусства новых медиа. Plainflate Media Lab развивает сообщество, в котором все его участники имеют возможность раскрыть свой потенциал и найти свое место в мире творчества и медиа. Все артисты и художники получают поддержку и возможность реализовать свои идеи, а пользователи получают уникальный контент, который невозможно найти где-либо еще. Продавал мерш «Нирвана» и слег с ковидом. Да, это полная вахханалья была, да. А на радио тем временем полным-полно абсолютного дерьма. И я очень пьян был. Татуировка огромная на спине. Болливудина какая-то просто. Деньги какой-нибудь. Майк Парадинос там какой-нибудь. Афикс Твин. Красная нить превратилась в триколу. Я тут такой бред просто. Конвейер. Приратилась в шабана. Ну это ничто. И его бедного в Ереван не пустили. Жена Авито продавала свои вещи. У него аудитория какие-то бабки, какие-то тетки, а он-то хотел быть Моргенштерном. Это лютое дерьмо как бы. Всем привет, с вами вновь Базар Подкаст, личный аудиодневник с Мэлектроникс. И сегодня мы рады представить вам нашего второго гостя. Это Игорь Смирнов, основатель и руководитель, CEO, NetLabel Monumental. Кроме того, Игорь Электронщик пишет под псевдонимом Метаноя. Короче, Игорь Смирнов. Привет, Игорь. Я ничего не забыл? Привет, привет. Ничего не забыл. Даже я стеснялся немного от таких регалий. Привет, привет. Начнем с простого вопроса. Расскажи, как дела в Ереване, как погода, как вообще жизнь протекает? Жизнь прекрасна. Я вообще называю Ереван улучшенной версией реальности. Здесь все классно, здесь все добрые. Но только жара сейчас каждый день 40 градусов, и это немножко выматывает. Ну то есть, когда ты выходишь на улицу и как будто в баню попадаешь, и мелкими перебежками потом домой бежишь, весь мокрый, как мышь. Но это такие мелочи. В остальном здесь очень кайфово. Смотри, у нас сейчас будет рубрика, называется «Блиц». За минуту ты должен будешь представиться и рассказать о себе все, что посчитаешь нужным. Меня зовут Игорь, я живу в Ереване. Я занимаюсь тем, что поднимаю с колен электронную музыку экспериментальную. Уже 12 лет занимаюсь интернет-лейблом Monumental Net Label. Сам пишу музыку, если так можно сказать, шумоэлектронику. Снимаю видосики на YouTube и всячески пытаюсь поднимать Underground и еще канал в Telegram веду с ламповым уютным чатом. В принципе, все, что нужно обо мне знать, как о творческой единице. Ага. Хорошо. Давай теперь поговорим о твоем начале творческого пути. Как ты вообще начал увлекаться музыкой? Откуда вообще взялась музыка в моей жизни, да? Да. И ты сам как начал и вообще откуда взялась? А, ну в целом музыка вообще с детства была со мной. У меня очень крутая старшая сестра, очень продвинутая. Она там была ревершей, рокершей. В общем, она много всякой музыки мне показала. И в какой-то момент она мне притаскивала аудиокассеты. И типа, смотри, это Нирвана. Смотри, это Скутер. Смотри, это там Хаус. Вот. И я такой, боже, что это за дичь вообще такая? Вот. Но все равно я такой был фанат своей сестры. И я старался следовать за всем, что она делает. А потом мне, в какой-то момент она мне принесла кассету группы Муми Тролль, Икра. И я послушал, думаю, боже, это же так прекрасно. А потом уже начался Продиджи, Химикл Бразерс, какие-то штуки, которые я находил. Опять же, на видеокассетах у сестры у своей. Там, Пасибо, Манник Стрит Причерс. Потом я каким-то образом раздобыл аудиокассеты. Мне какой-то Чукча с севера записывал аудиокассеты. Там Инстурзен Деню Баутен, Коилл, Сахик Ти Ви. Мне лет было, наверное, 14. И я это все послушал и думал, все, моя жизнь не станет прежней. Вот. Ну, а дальше я что-то ушел в метал-музыку, рок. И плотно слушал рок, метал. Гонял по концертам по всяким. А в какой-то момент мне попался Афикс Твин Дрюкс, его альбом. Вот этот огромный, 30-трековый там, по-моему. Вот. Я послушал и понял, что все, метал мне не нужен, рок мне не нужен, потому что электроника мне может дать намного больше. И, собственно, все. С этого момента я полностью переключился на электронную музыку. В какой-то момент появился лейбл, на котором я начал выпускать всяких интересных чуваков с интересной музыкой. Ну, и не гоже самому не писать музыку. Всегда это хотел делать. И в 2019-м, по-моему, я, наконец, начал треки не удалять после того, как я сделал, а сохранять и выпускать. Вот. У меня тогда переломный момент в 2019-м году был. Я понял, что надо уже что-то после себя оставить. Вот в таком духе. А это, то есть, старшая сестра виновата в твоем проклятии Курта Кобейна? В целом... Когда ты не можешь запускать Нирваны, у тебя какой-то пиздец происходит. В целом, да. И на самом деле, не знаю, появился ли вообще Курт Кобейн в моей жизни. У меня просто одна из первых кассет, это был лайв Нирваны. Там их известный официальный, их лайв не акустический, а не помню, From, что-то там называется. И я его слушал, и мне казалось, эта музыка вообще кошмарной какой-то. То есть, в ней не было какой-то мелодики, которая мне нужна была. А потом я начал ее слушать, 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 и мне становилось все круче и круче от нее. И в итоге я понял, что Нирвана это прям лучшая группа в мире. Сейчас, по-моему, потолок на меня упадет, слишком часто ее употребляют. Но почему-то ты боишься слушать Нирвану, потому что ты уже столько историй рассказывал про то, как ты продавал мерч Нирваны и слег с ковидом. Да, 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 это какая-то необъяснимая, а просто дичь. То есть, каждый раз, когда я включаю Нирваны, или она где-то играет, или что-то связанное с Нирваной рядом происходит, какое-то проклятие обрушивается на меня, какое-нибудь несчастье обязательно. То есть, последний раз я в паблике попробовал выложить новость про мерч Нирваны, и через полчаса свалился с температурой 39, хотя до этого вообще ничего не предвещало беды. Я не знаю, видимо, Курт Кобейн зол на меня за что-то и шлет проклятие за проклятием, но... Не знаю, может это... Но это, короче, смешная штука, скорее всего, это просто куча-куча совпадений, но они какие-то дурацкие, их очень много. А как ты думаешь, Курт Кобейн все-таки сам застрелился, или его Корт не убила все-таки? Я уверен, что здесь Корт не замешана, то есть она, в принципе, такая сучная женщина. Вот при всем моем уважении к группе Хоу и к ее творчеству, но, мне кажется, без нее тут не обошлось. И как-то все это очень странно было. Там, в принципе, ничто не указывало на то, что он собирается застрелиться. Если покопаться в фактах, он как-то очень странно застрелился. Хотя, опять же, я не криминалист, не исследователь биографии этого человека, который шлет на меня проклятие. Вот. Поэтому, мне кажется, что да, она тут что-то поучаствовала. А какой твой самый любимый исполнитель на данный момент? Вот прямо, знаешь, такой прям вдохновитель-дохновитель. Афиг Ствин. Там, в принципе, если в телегу заглянуть, как бы тут... Ну, как бы, да, получается, канал Монументал, это твой, так сказать, плейлист, да? Ну, типа... Вот. Нет, на самом деле, то, что в телеге происходит, это немного отвлечено от лейбла. То есть, я какое-то время, там, ну не какое-то время, все там 11 лет того, как существовал лейбл, я топил за всяких андеграундных чуваков. Только за андеграунд, типа, всякие Афикс Твины, Сахик ТВ, Койлы, это все, ну, типа, моя любовь, конечно. Но я про них не писал никогда, ничего не упоминал. Собирал подборки только из андеграундных чуваков, только из тех, кто у нас выпускался. Собирал сборники с этими чуваками. Вот. А получается, около года назад я вспомнил, что у меня есть телеграм-канал, и мне жутко скучно и одиноко было по ряду причин, как раз по причине переезда. То есть, я переехал один, у меня никого нет. И чтобы себя развлечь, я начал там создавать такое свое маленькое СМИ. Писал обзоры на музыку, которая мне нравится, какие-то новости постил. Вот. Так это, собственно, и появилось. Но там очень много новостей про Аффикс Твина, да, это уже меня самого веселит немного. Я в такое личное представительство Аффикс Твина в телеграме превратился. Просто если взять вообще всю музыку и взять его, то он у меня всегда где-то в стороне стоит. То есть, по количеству эмоций, которые принесла его музыка, по количеству каких-то личностных переживаний, которые были связаны с этой музыкой, когда она была где-то на фоне. Да, грубо говоря, сам лейбл Монументал, он появился из-за Аффикс Твина. Мои два, ну как бы, лучших друга, мой друг и моя подруга, они женились благодаря тому, что мы познакомились из-за Аффикс Твина. То есть, это какая-то такая мистификация одна большая витает над нами. Да, видишь, ты собольностный человек. Да вообще, да. Я сегодня все утро сидел с этим его AR-приложением, которое выпустили недавно он и WorldCore. Просто ты наводишь телефон на любую обложку его последнего релиза, и он раскладывается в какие-то кубы, голограммы, проекции. Я еле отлип от этого всего. Это просто же гениально. То есть, даже то, как он выпустил последний свой релиз, сейчас будет эта Ода Любви к Аффикс Твину очередная. Давай, давай, давай. Что такое? То, что он выпустил последний релиз, и у всех взорвалась жопа от того, что там не было экспериментов, ничего удивительного, просто обычной электроникой все такие, все, ты уже устарел и ничем нас не удивишь. А потом он выкинул четыре трека с сатурацией, какие-то переделанные, и никто ничего не понял. Потом он начал какие-то выкладывать треки на салон Клауд, тоже никто ничего не понял. Потом он еще один трек выложил, потом он какие-то визуализации начал выкидывать. Сейчас это приложение появилось. То есть, Аффикс Твин по-прежнему, это, наверное, главный мистификатор от электронной музыки. И это, наверное, главная фигура во всей экспериментальной электронике, вот именно той соприкасающейся с IDM. Вот. Вот такая мысль. Ну вот, ты знаешь, у нас тоже был опыт с Аффикс Твином. Когда я где-то прочел, по-моему, знаешь это, Горохов, такой журналист, может, слышал? Угу. Муз Просвет который, вот. Писал, что Аффикс Твин там экспериментировал, заглядывая в платы синтезаторов, там что-то, короче, разбирал их. И в итоге под влиянием вот Аффикс Твина, да, жертвой наших рук, пал моя Ямаха. Вот. Ну, она до сих пор работает, поэтому... Да. Всё хорошо. Да, как бы... Ни один синтезатор во время экспериментов не сломался. Да, не сломался, как бы, единственное, что, короче, теперь никак не в болты обратно не вкрутить. Ну, потому что их нет. Нет, они есть, но их как-то непонятно, мне их как-то не найти, куда вкручивать, вот. Да. Он работает. Он работает, да. А у меня, короче, такая история, что я когда чуть-чуть похудею, и когда у меня борода покороче, если я улыбаюсь широко, это вот прям вот обложка Ричард Ди Джеймс альбом, то есть я очень на него похож, и у меня жена просто говорит, боже, я живу с Аффикс Твином, как бы прекрати так делать, не улыбайся. Так это же наоборот клёво жить с Аффикс Твином. А у меня жена боится. Ты же знаешь, что Аффикс Твин боится его? Жена боится его, да. Она говорит, что её пугает эта музыка, в ней какие-то есть звуки, которые её пугают. Я ещё люблю включать клипы, там, типа, Виндоу Ликер посмотреть, там, какой-нибудь. И надо какие-то перестань, перестань. Ну, в целом... Ну, вот я помню первую Аффикс Твина. Ну, вот я помню, впервые Аффикс Твина я узнал, наверное, в году седьмом или восьмом по A1 шёл клип «Come to Daddy». Я тогда жутко обосрался с него. Ну, прикинь, восьмилетний ребёнок, да, смотрит. Вот. Причём там перед этим был какой-то Мэнсоновский клип. Я такой, ай, чё, Мэнсон, да? Вот. Мэнсон милашка, я тоже его очень люблю. Я уроки делал под альбом... Холливуд альбом называется, я под него уроки делал в школе. Мне причём сестра старшая моя продвинутая говорила, это сатанист, это плохая музыка, не слушай. И я такой, надо взять на заметочку. А сестра религиозна? Ну, в целом, да, у меня сестра религиозная просто. Она с какого-то юношеского возраста достаточно религиозной была. Вот. Ну, в целом, как бы я её и антирекомендации, и рекомендации принимал всегда. Ну, типа, значит, надо ознакомиться. Ну, это да, это, кстати, помогает, так сказать, вообще музыкальный спектр полностью познать. Ну, да, да. Когда ты не концентрируешься на одном жанре, а вот как-то стараешься как-то вот. А у меня в целом с детства вот этот шалтай-болтай творится. То есть, в принципе, что творится на Монументале, на Лейбле, что там можно встретить и какой-нибудь EDM, и техно. Это, опять же, про то, что я, в принципе, никогда не концентрировался на чём-то одном. В принципе, скучно было слушать какую-то одну только музыку. И я, в принципе, возможно, это какая-то неправильная позиция. С другой стороны, мне всегда импонирует, что те, кто пришли на этот лейбл, они могут найти для себя что-то всегда. То есть, чувак, который любит техно, он найдёт там техно. Если он любит какую-нибудь Death Industrial, он тоже его там найдёт. Да, вот, к примеру, даже всякие, оказывается, Слава Мерлоу и Моргенштерн вдохновлялись Эфикс Пином. Да, да. Ну, Слава Мерлоу больше вдохновлялся Скриллексом, насколько я понял. Но он такой, да, прошаренный чувак на самом деле. Эфикс Пин вообще интересная личность. Он же жил где-то в Реутове, да, где-то в России. Да, это классная штука, что там чуваки приходили в бар обычный подмосковный, и там за барной стойкой сидит чувак, типа, о, смотри, как похож на Афикс Твина, а это он. История там, когда с 90-х, когда он там траванулся беляшом в Москве, и он там сказал, что больше никогда не приеду в Россию, а через 20 лет женился на русской. Ну, это эпик вообще был просто там, если взглянуть на лайнап фестиваля вот этого, который Артемий Троицкий устроил, то там Атекер, Афикс Твин, Банка Де Гая, боже, там просто, я не знаю, весь Увар приехал, а на тот момент люди вообще конкретно не поняли, что происходит, и туда никто не пришел, было жутко дорого, музыкантов там гоняла полиция. Короче, вот попасть бы сейчас на такую тусовку. Так там еще типа вообще, там просто, их, допустим, там или Аутекер, или кого-то там, или Банка Де Гая, да, по-моему, взяли вообще, выгнали со сцены, и какой-то диджей просто поставил там какую-то хип-хоп команду. Типа нормально. Да, это полная в их канале была, да, это уму непостижимо, серьезно. Ну, в 90-е я еще даже читал, что, к примеру, когда Дэвид Боуи выступал впервые после распада в России, ему дали этот Кремлевский дворец, а когда на самом концерте там начали ставить столики, всякие толстосумы стали покупать билеты, и ему, короче, очень не понравилось то, что вообще люди просто сидят на него, смотрят, не флексят, ничего, то есть как бы... Я ходил на концерт группы Айгел, это Илья Барами из «Елочных игрушек», вот, и они рассказывали как раз, как раз со сцены они рассказывали, что у них был концерт в Турции, в Стамбуле, а там в Турции еще не налажена вся эта концертная индустрия, и они говорят, что, типа, вынесли столы к сцене, там, накрыли их какими-то этими явствами, алкоголем, рассадили людей, типа, а у них музыка-то как бы немного не про еду, вот, и они такие ословили небольшой диссонанс. Я тоже представил себе вот это, слушать историю, там, песню «Принц на белом», и есть, там, какой-нибудь шашлык. Вообще интересная история. Не, а, типа, прикинь, там, какого-нибудь там Линдова наслушать, там, да, это... Вообще, типа, его сольники вот эти сперматоксикозные, там, типа, про кляп во рту еще такое, и сидишь такой, ешь. Еще вот этот клип, еще вот этот клип на экране сам, вот этот кнебель, где он там мясяков хапает под конец, вот. Да-да-да, эти... А ты такие, эти косточки куриные кидаешь, вот, обглоданные под стол. Ладно, с Афиксфином у нас закончили пока. Как вообще зародился лейбл, вот, как вообще все это началось? Вот прямо максимально подробно расскажи, вот, чтобы... Я тебе расскажу подробно, но здесь мы не уходим от Афиксфины. Я такой, как зануда Афиксфины. Ну, хорошо. Короче, как было дело? Я в ту пору уже, в принципе, ну, начал любить электронику самую разную, вот. Вот, и я работал в книжном магазине продавцом, и мне нужна была какая-то работа, и я устроился каким-то, каким-то вообще диким образом в магазин. Я пришел с бодуничья туда, какой-то небритый, в пальто каком-то грязном. Говорю, я хочу у вас работать, и они говорят, ну, окей, работай. Вот, и я пришел работать, и там большую часть времени я что-то тусил по магазину, страдал от похмелья. Какой-то у меня волосы какие-то оранжевые были, короче. Вот, и я, у меня самодельная футболка была с Афиксфином, потому что прям очень мне он нравился. Вот, и пришел чувак в такой странный магазин, говорит, о, классно, ты любишь Ричи? Я говорю, о, привет, давай дружить, потому что Кострома, это маленький город, и там Drum'n'Bass, это уже просто верх экспериментала. А то, что кто-то знает такую музыку, вообще просто было прорывом. Вот, и мы подружились, чувака. Ну, это, в принципе, как и в Новгороде, да. Ну, да, в принципе, как во всей провинции, наверное, чуть-чуть отъезжаешь там от крупных городов, хотя Новгород, по-моему, крупный. Не, всего 230 человек. Тысяч. Тысяч, тысяч. А, окей, 230 человек, это классно. Городок. Вот, в Костроме 300 тысяч человек живет, и там, в принципе, такое все очень. Приземленная в плане музыки. Ну, то есть во всех клубах играет хаос, иногда Drum'n'Bass устраивают, там, активисты. Не знаю, я там давным-давно не живу, поэтому, возможно, там что-то поменялось в лучшую сторону. Ну, а ХЗ, по-моему, как играл хаос, так и играет. И вот пришел чувак, его зовут Андрей, он же Plunge, он говорит, я делаю музыку, хочешь, послушаем мою музыку. И мы подружились, очень много тусить стали вместе. И он свои работы подписывал, как MNMN Records. И я спрашивал все время, типа, что такое? Он, типа, ну, я хочу, вот. Ну, это, типа, несуществующий лейбл был. И мы в какой-то момент просто загорелись тем, чтобы создать существующий лейбл. Взяли вот это название, MNMN, это изначально было просто, ну, это не что это. То есть, похоже, это заборчик, похожий на звуковую волну. Вот, нам интересно стало, что просто это ничего не означает. Вот, называлось это все MNMN, начали выпускать треки Андрея, потом к нам подтянулись другие чуваки, Зомби Утесов, Друган мой с группой Инженер Вось. В общем, какие-то первые музыканты начали появляться. И все это начало разрастаться. Мы выпускали релизы, раскидывали их там по торрент-трекерам, по пабликам ВКонтакте. Приходили люди, то есть, из изначального сообщества в два человека. Это все начало разрастаться. Приходили какие-то чуваки, просили послушать их музыку. Потом к нам внезапно пришел Виктор Мутант, который продюсировал первые альбомы Дельфина. И тут я вообще сел просто и взялся за голову. Вот, и мы выпускали его альбомы, его проекты T-Bird. Вот. Ну, то есть, какие-то крутые чуваки начали появляться. Ты уже на тот момент жил в Москве, да? Не-не-не, это был 2011 год. А я переехал в Москву в 2014 году. Вот. И как раз в 2014 году мы начали удаленно контактировать. А в 2015 году Андрей, в принципе, сказал, что ему неинтересен больше весь этот движ. И я остался один из 2015 года. Я продолжаю эту всю историю дальше один на энтузиазме, на своем полном. То есть, это, по сути дела, не коммерческий лейбл, да? Он конкретно не коммерческий. Ну, вон же, Диана сделала трек с курсом рубля к доллару. Как бы, вообще кайф. Диана, это вообще просто какой-то мегамозг. Это, я не понимаю, это вот, это реальный человек, который знает вообще всю музыку в мире, разбирается во всех вещах. И плюс еще сама делает музыку из математического кода, из программного кода. И превращает ее в Ambient, в Rhythmic Noise. То есть, ну, реально, она взяла график динамики изменения курса доллара и из него сделала Rhythmic Noise. Это уму непостижимо, правда. Вот, собираюсь ремикс, кстати, сделать на этот трек. Мы собрались выпускать рано или поздно этот релиз. Ну, не знаю, как бы, собираются ремиксы. Ей вообще можно целый альбом замутить? Не знаю, там, вообще экономически. Да-да-да, новый микрожанр, экономический глич, валютный глич. Это вот как у меня было, когда я выкладывал первый подкаст и выкладывал его на Apple. Apple такие козлы, то, что они аудиофайл с подкастом дают загружать только если ты войдешь в программу Apple Podcasters. А вход в нее стоит 1700 рублей в год. Такие непростые, конечно. И я случайно нажал на нее. Я такой думал, блин, лишь бы он сейчас остановился. Лишь бы он остановился. И он взял и списал деньги. Вот тебе экономический глич. У меня была эта история. У меня на старом ноуте стоял какой-то... У меня на старом ноуте стоял какой-то встроенный антивирус. Какой-то вообще Макафи, Макдафи, короче, что-то такое. Вообще никому нафиг не нужный. И у него типа реальная была версия. И я в какой-то момент с дурей купил себе постоянную вот эту стабильную версию. И забыл про это. А спустя год, когда у меня вообще не было денег. Когда у меня просто, я не знаю, я там уже на Авито продавал свои вещи. Потому что у меня реально ничего есть было. У меня последние там 2000 рублей списались. Потому что Макафи продлил себя. Я просто стоял, смотрел на эту смс-ку в телефоне. Думаю, твою мать. Это как я купил, да, тогда это, Касперского для Мака. И я понял то, что я не бил. Я понял то, что я не бил, потому что Касперский только тормозил его. Вот. Я потом его удалил. Мак такой. Спасибо. Да-да-да, это мощно ты, конечно, поступил. Я тоже. Да я на самом деле, вот этот Макафи, это был мой последний актентивирус. Вот. А про Шевчука я, короче, читал то, что когда-то в 82-м или 83-м году он записывал альбом... ДДТ записывали альбом с одной череповецкой группой. И Шевчук несколько месяцев жил в Череповце. И говорит, работы не было. И однажды он, говорит, пришел к какому-то мужику, который ест в кафе, и сказал, дай хлеба. И мужик ему дал хлеб. Ага, кайф. Это вот я вспомнил про последние две тысячи, вот. Но, говорит, ему стыдно было, вот. Да, у меня к Шевчуку очень неоднозначно, на самом деле, в отношении. У меня такие вьетнамские фэшбэки. У меня батя очень любил бухать. И причем так, он конкретно любил бухать. А чтобы ему уснуть, когда он бухой, ему нужно было слушать песню «Железнодорожник» группы ДДТ. И эта песня «Железнодорожник», у меня просто, у меня волосы от него дымом встают, если я ее слышу. И сам Шевчук мне с тех времен, мне кажется, каким-то соучастником вот этого алкоголизма. Поэтому у меня очень неоднозначно к нему ощущение. Я со временем как бы уже научился его воспринимать. Хотя там какие-то последние альбомы ДДТ я слушал. Мне кажется, дяденьки, пора на покой что-то. Даже вот участие Павла Додонова в его группе вообще что-то не помогло. Как-то они, ну совсем какая-то старческая история. Ну, как Шевчук сам говорил, ему этот Додонов нужен был, чтобы играть некоторые треки в две гитары. Как они задумывались по студийным записям. Да это так странно. Типа Додонов такой талантливый, он такой крутой гитарист. Зачем ему это нужно было? Ну, видимо, как это, типа честь сам Шевчук пригласил играть. Ну такая честь, знаешь, какая-то это, старперская. Он типа сначала с макулатурой записал классный альбом, а потом пошел к стариканам. Типа вот все, у меня честь началась. Ну такое. Ну вот смотри. Денег предложили, видишь? Ну скорее всего, ради бабла, да. Да, но смотри, если бы тебе, скажем, Бликса наличка предложил бы записать альбом, ты бы не согласился? Бликса из Инструзенда на Болто? Да. Я бы пешком уже вышел из Еревана и сейчас бы с посохом таким пересекал болото какое-нибудь там по пути к нему. Ну вот они же примерно одного возраста. Ну, наверное, да. Это я просто о своей колокольне рассуждаю. А вы слушали альбом Додонова сольный, который назывался «Песни», который недавно вышел? Который ты кидал в «Монументале», да, я слушал. Как бы, блин, лучше бы я этого не слушал. Ну в целом, да, что-то как-то мне испортило ощущение. Я один раз, кстати, гулял по Китай-городу в Москве, сижу на лавке, а рядом на лавке сел Павел Додонов. И я такой, а что делать-то, заговорить, не знаю, там с ним. Каждый раз в ступор впадаю в такие моменты. А так вот чел, он обычный чел, как бы. Ну все равно, ты знаешь, короче, это когда ты поднимаешь голову и видишь человека, которого ты знаешь, но ты его не знаешь. Такое чувство, что надо что-то делать. У меня идиотская была история с Юрием Цалером из группы «Муметроль». Я, короче, ехал с вечеринки, я ехал в метро с вечеринки, ночью поздно. И я очень пьян был. Я, короче, смотрю, стоит Юрий Цалер. И я, короче, встал, подошел к нему, говорю, а вы Юрий Цалер из группы «Муметроль»? Он говорит, да. И я забыл, короче, что я дальше хотел делать. Я говорю, а, ну ладно, я сел обратно, короче. Такой он, и такой он на меня смотрит, все вокруг тоже на это все смотрят, боже. А то, короче, когда поезд отъезжает, он такой автограф. Просто, как бы, еще я слышал то, что, к примеру, Шевчука можно в «Магните» встретить в Питере, вот. Да запросто. Запросто можно в какой-нибудь бар прийти, какого-нибудь Васю Васина из «Кирпичей» встретить там. Это, в принципе, такая история. В Ереване, кстати, это вообще просто город маленький, а всяких звездочек тут много сейчас. И просто я постоянно на кого-то натыкаюсь. Я тоже пошел в барчик, а за барной стойкой стоит Миша Феничев из «Еслить есть», «Тойч Компани». Вот. Фенич, Феничев, офигеть. А он в Ереване живет. И, короче, он такой подвыпивший был. И я подошел, говорю, Михаил, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте, не хотите со мной выпить? Я, короче, обалдел от такого расклада, что-то застеснялся. А он начал спрашивать, типа, у нас сейчас альбом будет выходить. Как ты думаешь, стоит ли его называть «Сказки для Кейта 2» или какое-то другое название? Я думаю, боже, что за сюрп. То есть я, в принципе, не знаю, там, «Тойч Компани», «Еслить есть» слушал, там, последние лет 15, наверное. Вот. А тут, как бы, он меня спрашивает, как альбом назвать. А барами там тоже в Ереване или он на родине еще? Я не знаю, кстати, где он. Но он тоже где-то не в России живет. Вот. А вот с Феничевым я как раз пересекся. Это был диджей-сет Ильи барами. Он в клубе тут играл. Вот. И они с Феничевым выпивали. Я почему-то думал, что они еще в Питере остаются. Не, они вообще все разъехались. То есть даже если брать «Еслить есть», «Еслить есть», то они вообще все в разных странах теперь. С Шевчуком еще была, короче, история, когда мы недавно с друзьями на даче что-то всю ночь угорали со строчки «Пенис и серебра» вот с нового альбома ДДТ, с последнего творчества в пустоте. Там была песня, по-моему, «Возле твоей любви», по-моему, называлась. И что-то там «Пенис и серебра» и мы, короче... Это в целом то, что они делают сейчас, это лучше, наверное, дяденькам бы остановиться. Они в какой-то маразм начали уже уходить. После этого все-то. Видишь, Кирилл говорит вообще то, что маразмы уже начали после этого все уходить. Ну, да, я вчера, вот когда разговор зашел в чате про Арию, я полез почитать тексты Арии, ну, типа, чтобы убедиться, что я не искажаю факты, что они реально высокопарные. И, боже, вот этот вот заговор таила змея. Что? Какая змея? Говоришь, заговор. Что, поехал, что? Что там про смычок было? Что там про смычок было? Что там смычком моим управляет адский бес? Ну, типа, что? Ну, типа, чуваки, камон. Как говорится, повторю твое сообщение, лайк, если твоим смычком управляет адский бес. Ну, типа, да. Там же как кипела тексты, писала какая-то там Маргарита Пушкина, ее вроде зовут, какая-то женщина. И, видимо, у нее такая богатая была эта фантазия. У нее какие-то смычки, бесы вокруг нее. Заговор змеи, там, широкой фантазии широкого внутреннего мира. Я вообще, на самом деле, типа, сейчас, если этот подкаст послушают какие-нибудь любители фестиваля нашествия, то, я не знаю, они с вилами выедут за мной. Я такой просто выглядываю в окно, там такой топот, короче, мерцание. Я выглядываю, там, огни жгутом разжигают, то виселицу ставят. А ты знаешь, такой, выходишь, как Шрек такой, это, такой, вы думаете, что огры страшные? Да. Сейчас вы возьмете и побежите отсюда. Ну да, 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 там вся вот эта вот кинчев, кипевов, там, бутусов, вот это, все пришли, короче. Такое, масло варят кипящие. Такое, кинчев, такой, ух, добавим, добавим землицы рыжих. Ну да, 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 шаман толкает сзади это все. Вот, я на самом деле, чтобы себя немного оправдать в глазах любителей Ротска, могу сказать, что я, когда маленький был, у меня раз где-то в месяц радио ловило наше радио. Ну, типа, я жил, я жил в лесу, короче, недалеко от воинской части, а воинская часть имела огромный локатор, вот эту херню, которая крутится, и она гасила... Она действующая была часть? Да, 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 и, короче, вот этот локатор, он гасил вообще все сигналы, то есть, можно было смотреть первый канал и второй канал, вот, да, и радио какой-нибудь, радио России, вот, и в какие-то моменты, они, видимо, не знаю, там, у них ломалась вся эта локаторная штука, или они ее выключали, или там, не знаю, у них там выходной был, и проникали все сигналы, короче, И можно было послушать радио Максимум, наше радио, там, канал ТНТ посмотреть, и просто, господь, я сегодня буду смотреть, это, Титанов Реслинга Возможно, они сами не могли поймать эти радиостанции, послушать хотелось Да Потому что вы вылудили себе немного времени в неделю Да, да, да Да, они, скорее всего, такие по ТНТ сегодня будут, этот, роки показывать Давайте вы, мужики, вырубайте Тогда мне казалось, что это, в принципе, такая прогрессивная музыка Это вот как раз, там, Мумитроль появился и притащил с собой кучу всяких групп, там, Миссия Антициклон, там, Скрябин и прочее Ну, это еще Козырев, да? Это же еще, когда Козырев был, да? По-моему, да, Козыревские времена Он тогда, у меня такое тоже к нему отношение странновато, я не очень понимаю этого человека зачастую Но он, в принципе, прогрессивные вещи делал Он там, вплоть до того, что он там на первом канале какую-то программу вот со всем своим родском по ночам делал То есть он пытался как-то хотя бы раскрутить вот этот маховик вот этой музыки А как только он это закончил делать, все, опять эта бутылка кефира полбатона и там Этим же еще занимался и Дибров на НТВ, насколько мне известно Мое уважение вот этим чувакам, которые даже вот в рамках какого-то вот зажатого общества Все равно пытались что-то новое привнести То есть, в принципе, сейчас представить, что на телевидении будут показывать какие-нибудь... А еще что-то на Баутон Ну, да это вообще, я отказываюсь понимать, там, когда по ночам епифанцев показывают, что уже не на Баутон Там какие-нибудь сайтик ТВ, это просто помогите Да это, в принципе, это, знаешь, это история про вот телевидение, про прессу Про вообще про СМИ, которые мы потеряли То есть я помню, что я в маленький был и я читал журнал «Молоток» И типа открываешь страницу, там типа поговорим про какую-нибудь там группу Industrial Переворачиваешь страницу, 15 правил, как правильно заниматься анальным сексом Камон, это история как бы для подростков Но, вот Это как бы связанные вещи, понимаешь? Все равно, типа настолько это все свободно подавалось И как бы, и у меня родители, то есть, тоже, что читаешь? А вот, правило секса, окей Мальчик просвещается Вот, сейчас это представить невозможно То есть, что кто-нибудь смотрит какой-нибудь журнал В котором говорят, мы вам сейчас расскажем, как там правильно заняться сексом Просто это в журнал сразу же вот в тот же котел понесут, который там я описывал с кипящим маслом Который шаман везет на себе В предыдущем подкасте обсуждали похожую проблему То, что сейчас с цензурой все жестче стало Сейчас о таком не расскажут Конечно Ну, либо расскажут, но там как-то завуалировано там Оборота всяких страшных Просто вот эта вся история про то, что надо беречь детишек от жесткого контента У детей очень адаптивная психика То есть, если даже их оберегать как пушинку Они все равно, не знаю, у себя на планшете найдут где посмотреть какие-то запрещенные вещи Вот эта тотальная цензура, оберегание детей Это только обратную, короче, создает ситуацию То есть, условно, моя племянница, которой сейчас 19 лет Она когда маленькая была, мы с ней смотрели «Криминальную Россию» Вот, сидели, ей очень нравилось И она выросла очень утонченной девушкой Там на концерт Адель недавно гоняла Такая она очень... Ну, Лана Дель Рей, короче Вот И никак на ней не сказалась просмотренная в детстве какая-то вот эта программа про криминал То есть, дети очень адаптивные Они сами выбирают, как им усваивать эту информацию То есть, не обязательно, что кто-то увидел там порно и такой Все, моя жизнь теперь посвящена этому Тут еще от родителей зависит Ну да Тут еще от родителей зависит Потому что, вот, к примеру, родители мне как бы не запрещали смотреть «Криминальную Россию» Но когда я в 8 лет решил загуглить, что такое порно И залез на один сайт То я потом на 2 недели лишился компьютера, чтобы ты понимал Ну, блин, тоже неправильный какой-то подход Ну, то есть, если, как бы, ребенок уже начал интересоваться такими вещами Как бы отнимать у него это И просто сделать вид, что ничего не происходит, ничего не существует Ну, тоже как-то неправильно То есть, в принципе, наверное, надо просто поговорить и объяснить, что это такое Что он увидел там на этом сайте ananasik.com Как бы, а просто сделать вид, что... Нет, дойки, дойки Это уже реклама скрытая Знаешь, что там дойки заплатили, типа, что мы в подкасте о них расскажем Игорь, тебе... А запрещенка привлекает, кстати, еще больше Да Запретили сеть заказ... А все-таки что там? Да-да-да Почему? И ты уже никому об этом не скажешь, что ты туда зашел И историю почистишь, но ты туда зайдешь и посмотришь? Да Смотри, это как бы, короче, тебе надо это, знаешь, совместную рекламную коллабу Короче, дойки, ком и монументал Да, в принципе, я бы не отказался Ты же знаешь эту историю, что самый большой трафик всегда на порно-сайтах То есть самая выгодная реклама, она всегда на порно-сайтах Потому что по посещению порно-сайт это главные сайты вообще в интернете Так а вот эти новости про рекрутские вот эти рекламы Вагнера, типа, на порно-сайтах Так это вообще гениально То есть они нашли то место, где 100% мужская аудитория 100% увидит это Ну это же просто боженький маркетинг Так да, то есть как бы и вот эти там вот эти всякие Хватит дрочить, иди, Вагнер Это смешно было Ну это как бы смешно сквозь слезы, но смешно Вот, опять же, допустим Ну да Опять же, допустим, я очень люблю следить за тем, что делают порнхаб Они там делали самое грязное порно в мире Типа они на берегу заваленным мусором, короче, снимали порно Типа привлекали внимание к экологии К проблемам загрязнения океана Они постоянно делают какие-то ивенты Ну то есть они, не сколько порно-сайт, они такие шоумены, короче Они классные маркетологи, они классно все это преподносят То есть, в принципе, вот коллабу с порнохабом-то я бы с радостью замутил А еще, короче, у нас был кек такой Че-то я как-то пошутил, что у нас в Новгороде есть Кремль Вот И, короче, я, короче, пошутил, что надо написать в правительство Новгородской области Выкупить Кремль для съемок там БДСМ-порнухи Ну, это нет, это уже... Антуражно Это красиво, антуражно, но тебе вот этот котел с кипящей смолой шаман к тебе прикатит уже За такие приколы Будет сразу же вопрос, типа, что там про порно в Кремле-то, а? Вот Сразу там, знаешь, папочка уже у губернатора Да-да-да, уже там со всей распечаткой, стенограммой вот этого вот разговора Посмотрел клип шамана, вот не знаю, что меня ужалило, короче Раз уж мы заговорили про шамана Клип я русский Я русский Я, в принципе, его все клипы смотрел я, потому что Ну, это бесконечный источник кринжа Вот Но в клипе я русский Меня поразила строчка Такой уж как есть Вот это вот междометие Уж Ну, типа, вот это вот какое-то ворчливое, знаешь Такой уж как есть, господи Я потом целый день ходил там Мне там жена говорит, типа Че там, типа, ты вещи раскидал Такой уж как есть И вот На все вопросы так отвечал Еще меня поразила песня у шамана Раз уж мы заговорили про этого великого певца современности Песня называется Исповедь И он, во-первых, он Он, во-первых, в клипе бредет по снегам И он, похоже, не трезв Вот И он бредет со своими дредами по снегам И приходит в храм И просит его постричь Вот, типа, с каких пор храм стал барбершопом Меня очень интересует Вот А во-вторых Он всю песню поет Дай мне, дай мне, дай мне И, типа, а в смысле дай мне Исповедь Песня называется Исповеди, как бы, не просят Чувак Вот И, короче, я посмотрел У меня много вопросов было Почему его не привлекли за оскорбление? Да Что за барбершоп? Что за отождествение храма? Храм превратил в барбершоп Ну, как бы, да То есть Людей, которые там Что-то там возмутились шаманам Их там начали проверять А самого шамана они проверить не хотят Когда он ходит в каком-то нацистском костюме По Красной площади И еще Вот эти вот все свои странные штуки вытворяют И руку скидывает Ну, да Да, он же прям какой-то Как молодой Гитлер просто А вот это его последний сингл Там как-то «Моя битва», по-моему Или «Моя борьба» Ну, короче Который явно, как бы, схож с названием Одной известной книги Одного известного австрийского художника Я, на самом деле, смотрел Разбор творчества шамана От, господи, я забыл, как Веленская, по-моему, зовут эту девушку Вот Она там очень шарит в музыке Она лекции про радиохэд читает постоянно И она подошла, типа Можно как угодно относиться к шаману Типа Давайте вот разберем его творчество И она по косточкам его разбирала И она сделала вывод, что вот он Что там очень много вот этой мета-иронии Поста-иронии Что он вот этими всеми Моя борьба Всеми своими вскидываниями рук Он так, ну Где-то Ненавязчиво, короче Устраивает провокации Чтобы про него говорили Чтобы это, ну, не было очевидно Но он специально это делает То есть все его пиарщики Точнее специально делают Вряд ли он сам это делает Шаман вообще как-то внезапно появился Да, то есть как бы Просто проект государственного Вот да, такой ощущение Мне изначально так показалось Потому что все треки, которые выходили у него изначально Они все были такие Около-патриотические Потому что там колливудская сцена А он же такой чувак Он ходил по всяким конкурсам Типа шоу-голос Там все такое И он же был типа Моргенштерном Он хотел быть как Моргенштерн Он писал там тексты Суки, деньги, там, наркота И в таком духе То есть хочу ездить на лимузине И трахать тело, короче А потом он Когда уже начались известные события Он резко превратился в оплот нравственности И патриотизма И начал там У него быстренько затерли Весь его предыдущий контент Все предыдущие интервью В которых он говорил Что он Россию-то не особо и любит Вот И он такой уникальный чувак Это уникальный пример человека Который попал В нужное время В нужном месте То есть если бы не случилось 22 февраля 2022 года То шаман бы никому вообще не вперся То есть со своими песнями Там русский Дай мне исповедь Вот это вот все Мы борьба моя Типа все классно Чувак Иди таблетки свои Прими Как бы У нас тут мы будем В своем прогрессивном мире жить А вот как раз Когда началась вот эта история Нагнетания Русофобии Вот это вот Суплотимся Это все очень легло На Такие на Низменные Патриотичные Настроения Что типа Да Блин там самое смешное Комментарий читать Под видосами его Там Я не знаю Если это даже боты То они даже для ботов Какие-то странные То есть я Слушаю Там по три тысячи раз в день Этот трек Плачу Причем мужик пишет Боже Куда Куда катится русская культура Катится она Это Прямиком Короче В пропасть В этому К Алексею Панину Короче В его недрах Да нет У меня просто Реально У меня такое ощущение Что До Хорошие сплотения Ну У меня просто правда Вот даже если брать Поп музыку Популярную Вот эту всю историю То До 22 февраля Мне казалось Что поп музыка Встает с колена Она уже в принципе Такая Была мощная То есть Были какие-то Тиктокеры Были какие-то Украинские Опять те же чуваки Типа Ивана Дорна Который очень много Сделал для Ну Да Кстати К примеру Зиверт Который К примеру Все названия треков На английском Вообще Я такой думал Она походу Типа Как бы Интернационализируется Думал Да Да Ну то есть Все были С таким Настроением Заточены На запад На какую-то Модную музыку На прогрессивную Опять же На Евровидение Собиралась ехать Группа Литл Биг Вместе с чуваком Из группы Хаттерс Вот Типа Чего Сейчас он Его бедного В Ереван Не пустили Вот И вот В какой-то момент Поп-музыка Начала вставать С колен И 22 февраля Она просто На спину Упала И Обрат Кувыркаться Начала И куда-то В подземелье Скатилась Потому что Сейчас Вот даже Зиверт Которая называла Треки Английскими Названиями Ну все Это уже Не актуально Нужно Русь Патриотизм Вот это все Своими Английскими Названиями Ты можешь Куда-нибудь В подвале У себя Попеть А нам Пой на русском Потому что Все теперь В Москве Даже эти Таблички С англоязычными Названиями Снимает Ого Она же Просто Зиверт У нее В основном Сами как бы Треки были На русском К примеру Wake Up К примеру Там же Полностью Русский текст Ну по-моему Там только в одном Бридже Там она Что-то там Loose control Там что-то Того Типа Вот Я не Ну я так вот За ней не следил На самом деле Я шоу Какое-то С ней смотрел Мне понравилось В принципе Как она Ну себя ведет Как она выглядит Ну то есть Она такая Неотталкивающая Леди Ну в принципе Это образец Такой Не стыдной Поп-певицы То есть Как бы Можно послушать Можно посмотреть Скажи теперь Вот пожалуйста Как в итоге ММН МН Records Превратился В Monumental Достаточно просто Это тоже какой-то Ингрессивный Кризис уже был Это по-моему Девятнадцатый Что ли Год был Или восемнадцатый Какой-то из них Короче Навер девятнадцатый Ну то есть В какой-то момент Я понял Что типа Чо МНМН Как бы Это Взрослые дяди Какое-то Пубертатное название Как бы Сколько мы будем Его эксплуатировать Пора Двигаться дальше Пора меняться И вот Появилось название Монументал Оно появилось Тоже не из ниоткуда Мы как-то раз Угорали С ребятками И решили Собрать опрос Как расшифровать МНМН Там типа Был Варианты ответа Моя нога мне нужна Мавроди Начал мутить Нал Много Вот смешного Там если раскопать Вот Есть такой чувак Айдемщик Московский Очень талантливый Никита Эйрту Вот он Предложил название Монументал Я ему Пообещал Мерч За самое лучшее Название До сих пор Так не сделал Ему мерч Вот Надо как-нибудь Все-таки Завершить Этот гештальт Закрыть В общем Спустя Там вот Вот это время В девятнадцатом году Когда пришло время Менять название Я вспомнил Что была такая история И подумал Что Монументал Звучит классно И оно в принципе Отражает Вот эту всю Структуру Которую Которую хотелось Построить Что это что-то Такое Монументальное То что охватывало Всю Экспериментальную Музыку И Ну и все Да Точка Ощущаешь Продвижением Продвижением И собиранием Денег Себе В карман И там Тоже И музыкантам У нас же Всегда Это была Какая-то Хоумворк Панк Движуха То есть Мы Какие-то Чуваки Энтузиасты Которые Вот если Говорить честно Особо Никому Не нужны То есть Это Какая-то Ветка Электронной Музыки Такой Не мейнстримной Чисто Андеграундной Которую Не берут Там Серьезные Лейблы Не Не берут Серьезные Паблики Себе Куда-то Вот И собственно Это все Объединилось Внутри И стало Таким Большим Комьюнити То есть Вконтакте Достаточно Много Людей Собралось Сейчас Я плотно Засел в Телеграм Потому что Интереснее Развивать Телеграм Интересно Сейчас Развивать Ютубчик Вокруг Всех Вот этих Соцсетей Возникает Какое-то Своя Своя Движуха То есть В том же Телеграм В котором Сейчас Катастрофически Мало Людей Активность Я не знаю Она В 600 Тысяч Раз Больше Чем Вконтакте Ну вот Потому что Как-то Лично Для Нас По крайней мере Телега Как-то Более Она Более Удобная В плане Написания Постов В принципе Телега Во всех Планах Телега Во всех Планах Сейчас Круче Чем ВК Она То есть Это Ну Вконтакте Доживает По-моему Свои Последние Дни До Превращения В одноклассники Там В целом Все Уже Благоволит Этому Ну и Плюс Очень Стремно Сидеть В соцсети В которой Не знаю Там Два Человека Подписчика А Третий Это ФСБ Ну то есть Это Все эти Истории Про Репосты За которые Посадили Людей Причем Как бы Когда ты Уже Знаешь Знакомых У которых Знакомых Посадили За это То есть Это все Ближе И ближе Становится То есть Это Начинает Напрягать То есть Надо Как-то Максимально Фильтровать Информацию Чтобы Ее Как-то Не Восприняли Не могли Вывернуть Не в твою Пользу То есть Грубо Говоря Когда Прогремели Известные События Мы С ребятками Выпускали Сборник О том Что мы Не согласны С тем Что происходит Опять же Вот Лозунг Антивоенный Там Make Love Not War Это по-моему Вообще Там Я не знаю Это историческая История Хиппи Использовали Во все времена Но сейчас Это незаконно Стало То есть Мы Чтобы Никого Не притянули Там Не Меня Ни Лейбл Ни В принципе Никому проблем Не наделать Мы Называли Это все For Peace То есть Монументал За мир Что В принципе Наверное Тоже Сейчас Является Какой-то Не очень Хорошей Штукой В глазах Вот этих Всех Людей Которые Бегают Со швабрами И бутылками За Людьми Которые Не согласны С чем-то А ты В старом ВК сидел Вот И до Его продажи Mail.ru Да Я Вконтакте Вконтакте Вообще 3000 Лет Сидел Как я Не знаю По-моему Я там Зарегистрировался В 2007 Году И то есть Это была Супер Свободная Соцсеть Я не знаю Там Можно было Что угодно Делать И полная Вакханаля Отворилась Ну вот Я еще Застал Я еще Застал Потому что Я Зарегался В ВК 2009 Году Вот Я еще Помню Когда В аудиозаписях Была Куча Слякого Underground Да Да Меня бесит То что Я сейчас Это была Единственная Платформа Куда Можно было Загрузить Трек Как бы Это и Сейчас Возможно Но ВК Если услышит Какой-то Сэмпл Он мне Не нравится И мы Удаляем Да Там Куча Маразма Какого-то Началась Там Типа Чтобы Твой Трек Считался Легальным У него Должна Быть Картинка То есть Он должен Быть Загружен Через Агрегатора Я Свои Собственные Треки Не могу Найти В поиске Вконтакте Вот это Меня раздражает Очень Ты Прикинь ВК Чтобы Запросить Карточку Оттиста У тебя Должно Быть Сообщество Да 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 Вот Вот у нас Сам Вот у нас Сам Электроникс У нас Нет Карточки Артиста Нам не Получить Вернее Нам не Запросить Доступ Карточки Артиста Потому что У нас Нет Группы ВК Прикинь Да Создайте Какую-нибудь Группу Из одного Человека В чем Проблема Карточка Это Как-то Особенно Ну это Реально Кроме Статистики Какой Да Да Реально Реально Как бы А посмотреть На цифру Один Два Или Ноль Можно В принципе И на почте Когда приходит Сводка От дистрибьютора Либо От того же Apple News Да Там много Бреда Вконтакте Связано То есть В какой-то момент Я столкнулся С тем Что Сообщество Оно Зарегистрировано На страницу Андрея А Андрей Давно Потерял Эту страницу И Мне Чтобы перевести На себя Права Администратора Мне пришлось Какие-то Какие-то документы Им присылать Там Типа Какого-то Писать Заявление На имя Гендиректора Вконтакте О том Что я Обездусь Не нарушать Правила Не загружать Какую-то Контрафактную Продукцию Господи Это такой Бред Просто был Не знаю Вконтакте Все больше Превращаться В помойку И меня Очень это Напрягает Меня Восстанавливает От полного Ухода Оттуда Это Вот Те Десять тысяч Человек Которые Собрались За это Время И Как-то Не хочется Их Терять И как-то Надо их Уговорить Перейти в Телеграм А это Не получается Там еще Многое связано С рекомендациями Вконтакте Потому что Да Там вот Это вот Сейчас Лента Сумасшедшая Которая Выглядит Не так Как я хочу А как Хочет Вконтакте То есть Он хочет Рекомендовать Мне какую-то Он мне Славу Марлоу Просто Бесконечно С его Песнями Типа Блин Чуваки Мне Не Нужен Слава Марлоу Ее Вообще Можно Как-то Выключить По крайней Мере Раньше Можно Было Выключить Сейчас Они Это Запихали Куда-то Глубоко Чтобы Ты Не мог Это Включить Ну Да 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 Там Черт На Разногу Сломит Скорее Всего Они Кнопку Убрали Уже Ну Это Такая Да Абсолютно Принудительная История Вообще Не Люблю Эти Историй Когда За Меня Убирают Что Мне Слушать Что Мне Читать Там Я Как Был Чуваки Сами Разберусь Какой Контент Мне Понравится Даже Если Он Обидит Мои Чувства Ладно Я Это Переживу Вот Но Когда Это Принудительно Изымает Ну Это Совсем Плохо С Другой Стороны Рекомендации Я Считаю Это Достаточно Хорошая Штука Для Тех Стриминговых Платформ Если Ты Туда Выпускаешься Потому Что Тебе Если Речь Идет Про Какой Ни Спотифай То Да Там Это Реально Удобно Спотики Очень Реализуально Круто Кстати Насчет Спотика Хотелось Сказать В чем Я Тогда Лоханулся Когда Выкладывал Подкаст Наш Это В том Что Можно Было Сперва В Спотик Залить Подкаст Потом Оттуда Взять РСС Ленту И Эту РСС Ленту Вставить В Эппл Подкаст Вот И тогда Не пришлось бы Платить 1719 Мне кажется Эппл Не такие Дурачки Чтобы Повестись На эту Провокацию Не Не У них Так И сказано Если у вас Есть Хост Подкаста То Пожалуйста Давайте Ленту Вот Это Игорь Смотри Я тебе Сейчас Прочитаю Цитату Из интервью Мэтью Херберта Которую он дал Коммерсанту В 15 году Назвучит так Музыкальная индустрия Это странная сила Я знаю Великолепных Музыкантов Которые Еле Сводят Концы С концами Многие Прекратили Занятия Музыкой Потому что Не могли Заработать Себе На хлеб А на радио Тем временем Полным Полно Абсолютного Дерьма Музыкальная Индустрия Уничтожает Талантливых Людей И возносит Вверх Бездарность Клянусь Вам Я убежден Что 90% Функционеров Музыкального Бизнеса Просто не понимают Чем они Занимаются Сотрудники Отделов Артистов И репертуара Боссы Рекорд Компаний Просто Не в зуб Ногой Они Вбухивают Деньги В проекты И если Проекты Проваливаются В этом Обвиняют Артистов И аудиторию Но если Случается Успех То молодцы Конечно Сами боссы А сейчас 92% Артистов На спотифай Зарабатывают На своих записях Менее 250 Долларов В год Это не те Деньги На которые Можно жить Музыкальная Индустрия Это разрушительная Дисфункциональная Неблагодарная Сфера Это одна Из причин По которым Я независимый Музыкант Но и я Тоже не знаю Что такое хит И дальше Он приводит В пример Девушку Из Лондона Инди музыканта Я не помню Как ее зовут Которой Не хватает Денег Большие бабосы Как бы понятно Что экспериментальная Музыка Какой бы Она там Для нас С вами Если бы Какой бы Для нас Троих Она не казалась Крутой Это все равно Это все равно Недоступно Для масс То есть Массово Будут слушать Какой нибудь EDM Шамана Поп музыку Вот у них Как раз Будет все в порядке С отчислениями Со стримингов Но если Если уж Ты чувак Сел Вот в эту Карету С EDM Там С каким нибудь Дривен бейсом Там С каким нибудь Брейкором Ну Как бы Это не для всех Музыка Все равно Опять же Я бы там Приводил Пример Недавно В чатике Про Баррел Оказалось бы Это просто икона Вообще Там Бейс электроники Кто его не знает Но Кто его не знает Да все его не знают Выйди на улицу Среднестатистический Там человек Скажет Понятия не имею Вот шамана знаю Этого не знаю Вот У меня Татуировка огромная На спине С обложкой Антру Вот И там Не знаю Где нибудь В спортзале В бане На пляже Где угодно Где ты оказываешься Без футболки Ну максимум Что тебе скажут Это картина Пикассо Вот Ну типа В таком духе А Поэтому Уповать на то Что ты добьешься Там Огромных денег Исполняя Экспериментальную музыку Это тоже Утопия На самом деле Я про то Что Да Есть примеры Чуваков Которые Там Скорее всего Зарабатывают Огромные деньги Какой нибудь Майк Парадинос Там Какой нибудь Афикс Твин Тот же самый Со своими там Последними Релизами Те кто Ну вот Мэтью Хэрберт Он к ним И принадлежит Тоже Потому что У него Много Контрактов С BBC Он работает На BBC В качестве Звукаря И компоузера То есть У Мэтью Хэрберта Душа За других Людей Болит Да За группу Сэм Электроник Да Да В том и дело Что у него За группу Сэм Электроник За Метаною И за Скажем Карнер Ред Да За Карнер Ред И группу Калорлот Все я понял Вот Здесь Очень Все Сложно Сложно С Такой музыкой Выстрелить И стать Массовым Прямо Исполнителем То есть Условный Там Саммер Оф Хейс Он шел К своему успеху В лет 15 Он какой-то Транс играл А потом Внезапно Влился В модную струю И стал Популярен Там среди Подростков Девочек И всяких Риверов Вот И сейчас Сделают Музыку И живет Там За счет Выступлений И стримингов Вот Но это тоже Такое Редкое Исключение Или группа Айспик Которую Классно Пробиарили Силовые структуры Вот Когда запрещали Им концерты Вся страна Узнала про них Вот В остальном Ну сложно Это не массовая Музыка То есть Даже если Ты возьмешь Максимальную Ротацию Какой-нибудь Индастриал Какой-нибудь Там Бэйс И будешь Крутить его По радио Но это не станет Популярным Среди Какой-нибудь Продавщицы Из магазина Которая пришла После работы И хочет Ослабиться Или там У какого-нибудь Водителя Дальнобойщика Они Включат Там Типа О классно Сэм электроникс Играют Мне лучше Послушаю Круга Вот В таком Духе Это будет Поэтому Здесь Можно Сколько угодно Рукоплескать По поводу Того Что А если В башап Ставали Кто-нибудь Ну Уже Вероятней Но Опять же Сколько угодно Можно тут Рукоплескать Про то Что Жизнь Несправедлива Жизнь Несправедлива Нельзя Заработать На такой Музыке Ну Здесь Либо Ты Прикладываешь Какие-то Усилия В рамках Той музыки Что делаешь И Пытаешься Как-то Раскрутить Себя И Не знаю Там Всеми Возможными Способами Идешь На Все возможные Все возможные Алгоритмы Применяешь Ну Либо Становишься Где-нибудь EDM Музыкантом Держи МТС Опять же Путанную Какую-то Речь Сказал Но Я надеюсь Мысли Из нее Можно Вычленить Ждем Фит Шамана С диджеем Тиест Это было бы Классно На самом деле Вообще У меня На самом деле Вот Как вы думаете Чуваки Сколько Шамана В принципе Протянет Как творческая Единица Мне кажется Года Два Три Я думаю Пока будет Актуальна Вот эта Тема С С ситуацией Которая Сейчас Происходит В мире Но Мне кажется Все равно Он Как бы Он Как Да Ну Это Как Любая Знаешь Да Любая Всегда Актуальна Ты че У меня Когда В Чертанова Жил Во враге На каждый Праздник Пели Пьяными Голосами Их песни Местные Жители Да Про коня Тоже Не Ну Не Шаман Все таки Потому что Расторгуев Как это все равно У него Какая-то Не знаю Какая-то Мощь От Расторгуева Все равно Какая-никая Мощь Исходит А от этого Ну Не знаю Ну Он Пойд Просто Как Люди Сейчас И хотят Потому Он И популярен Ну Вот Раньше По крайней Вот Это Всякое Атас Там Не Атас Как-то Все равно Ну Если Он Зашел Людям В 90 Значит Как-то Что-то Было И Как-бы Если Он Сейчас Держится На Статусе Народного Расторгуев То Как-бы Ну В 90 Мне кажется Группа Любая Была Более Такая Развязанная Там Вот Эти Песни Про То Что Видеолол Пугачеву Горбачева Не встречал Там Ну Это Типа Все Такие А Кек Вол Здорово Спели Про Политиков Вот А Сейчас Ну Это Болливудина Какая То Просто Которая Тоже Эксплуатирует Одни Те 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 Темы Хорошо Смотри Такой Вот Вопрос Почему Все Такие Вот Музыканты Вообще Вне Зависимости От Жанра Вот Они Когда Видят Какой То Лейбл И Приходя Вот На Этот Лейбл Ставят На Первое Место Заработок Да Потому Что Все Хотят Заработать Всем Хочется Денег И Как Бы Есть Успешные Кейсы Музыкантов И Глядя На них Хочется Тоже Заниматься Любимым Делом И Зарабатывать С этого Деньги Это Абсолютно Нормальное Желание Но Когда Ты Шлифуешь Трек В угоду Смыслу Трека Ну Это Не в угоду Наоборот В ущерб В ущерб В ущерб Ну Ты Шаман Ну Я Шаман Да Ну Типа Ты шлифуешь Этот Трек В угоду Публике На Темы Мне кажется Самому Шаману Это Все Не Интересно Потому Что Он У него Аудитория Какие-то Бабки Какие-то Тетки А он Хотел Быть Моргенштерном И Типа Это Вообще Какая-то Драма Огромная Личностная Зет Моргенштерн Да Да Я Чувствую Я Чувствую Что У нас Он Появился Тогда Когда Моргенштерн Классик Ушел Из России Да Это Как Импортозамещение Я К тому Что Блин У нас Мне кажется Что Вот Этот Подкаст Должен Как-то Называться Шаманом Потому Что Смотри Вот Первый Подкаст Называется Он Не Знает Алфавит А Этот Надо Как-то Шаманом Знаешь Потому У нас Просто Шаман Как-то Проходит Через Красной Нитью Вот Начало Проходил Начале Подкаста Проходил Афикс Твин А Потом Красная Нить Превратилась Шамана Уже Красная Нить Превратилась Триколор Вот Да Просто Я бы Наверное Сказал Про то Что Я тут Что-то Зациклился На каких-то Одних Темах Но Опять же Если мы Говорим Про Музыку И Про Какие-то Проблематику Музыки То Сложно Абстрагироваться От Вот Этих Новых Явлений Которые Возникли На Сцене Вот В это Сложное Время То есть Появился Появился Шаман И Как бы Сложно Отрицать Его Влияние На все Деструктивное Причем Влияние На То Что Происходит Вокруг Так Это еще Началось Там С бутылки Кефира Полбатона Шахрина Чечерины Бабунца И смысловую Галлюсинацию То есть Это вообще Капец Это же Не он Первый Чечерина Это Чечерина Это вообще Это какой-то Отдельный Просто Космос Ну Хотя бы Чечерина В 2014 Она Такие Продолжает Как бы Гнуть Свою Вот Эту Ветку То есть Бегает С автоматом За Захаром Прилепиным Там По Полям И Как бы Все Классно У нее Вот Она Она Хотя бы Там Не говорила Что Типа Я То За То Я Против Там Она Последовательно Сумасшедшая Хорошо Теперь Немножко Поговорим О тебе Как О музыканте Я Хотел Вопрос Задать А Было Когда Нибудь Желание Вот Монументал Сделать Коммерческим Коммерциализировать Его Вообще Оно И Появилось В какой-то Момент То есть Появилась Коммерческая Ветка Да Вот Появление Коммерческой Ветки Все Релизы Они Выпускались Исключительно Там На Бэндкэмпе На Просто В свободном Доступе На Рутрекере А Потом Я Решил Что Пора Коммерциализироваться Сделал МН Квадрат Ну Типа Такое Интересное МН 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 Квадрат Сократил Название Появилась Вторая Ветка Вот И Короче Все эти Релизы Стали Заливаться На Площадке Но Что-то Далеко Тоже Не Уехало Все Деньги Которые Приходили С Площадки Они Собственно На Самокупаемость И Уходили То Есть Там Допустим Продление Подписки На Месяц Там Какая-то Реклама И Прочее То Есть В принципе Чтобы Получить Оттуда Бабло И Стать Коммерческой Компанией Это Не Особо Получилось Было Два Успешных Релиза Или Три Даже Ну То С них Получились Какие-то Прям Такие Серьезные Деньги И Мы Их С Музыкантами Попилили Напополам Вот В остальном Это Просто Гроши Какие-то Один Нью-Йорк Нью-Йоркский Лейбл Он Называется Stargazing At Blank Skies Вот И Короче Наши Немецкие Друзья Из проекта Digital Sakura Они Хотели Там Релизнуться А они Такие Сказали С лейбла Мы вас Релизнем Но у нас Порог Входа Типа Тридцать Пять Долларов В год Нифигово Такое Лейбл Control делал Русский Трипхоп Они Говорили Что Чуваки Мы Издадим Ваш Релиз Но Сразу Дайте Нам Тысячу Рублей Но Просто Как-то Я Такой Еще Думал Правильно Ли Это Или Неправильно Вот С одной Стороны Возможно Это Правильно Потому Что Типа Эти Деньги Пойдут Все Равно На Раскрутку Вашего Релиза С другой Стороны Это Тоже Какая Странная Хренотень С какой Стороны Это Посмотреть Просто Они Как бы В основном Выпускались На Бэндкампе У них На Бэндкампе Были Релизы И Там Знаешь Вот Как бы Их Страницу Если Посмотреть Там Релизы Чуть ли Не Каждый День Вот Вообще И Как Ты Знаешь По 500 Релизов Год Я И Говорю Тогда Ребятам Говорил Типа Вы Точно Хотите Этого Они В итоге Взяли И Сменили Лайф Слушай А Диджитал Сакура Это Вообще Кто У меня Просто Тут Разговор Был С Антоном Из IDM Клаб Он Грит У меня Спрашивал Типа Диджитал Сакура Это Че Такое Вообще Типа Я Их Вижу Каждый День На Бэнд Кэмпе Они Каждый День Выкладывают Какие Треки Ну Типа Кто Это Вообще Что Это За Сверхчеловек Какой То Или Кто Это Вообще Такие А Я Тоже Как Не Нашел Я Нашел Какую Инфу Что Там Это Чувак У Это Три Целых Чувака Вернее Два Чувака И одна Девка Они Живут В Гамбурге Ну И они Как бы Просто Айдемом Промышляют Просто У них Такое Дело То Что Как Они Мы С ними Знакомы Просто Лично И У них Такое Дело То Что У них Просто Такой Вдохновительный Конвейер И они Они Только Один Трек Закончат И у них Рождается Идея Для Второго Альбом Только Закончат Рождается Альбом Для Второго Сейчас Они Как-то Немножко Подубавились Это Связано С Занятостью В Мирской Жизни Скажем Так Ребят Поэтому Они Сейчас Как-то Подбавили Ритм А так Они Вообще Но У них Еще Как-бы Несколько В том Что Они Партитуры Как-бы Некоторых Треков Партитуры Да Даже Не Некоторых Они Очень любят Использовать И Для Генерации Партитур То есть Они Как-бы Не Всегда Ручками Прописывают Вот Но Именно Партитур Не Как-то Вот Скажем Есть Всякие Сервисы Которые Тебе Позволяют Сгенерировать Готовый Трек А То есть Прямо Партитурами Ну Кайф Круто Я Видел У них Релиз Недавно Выходил На Ненормализме Прямо Опять Я вспомнил Про эту Историю Про Этих А ты С ними Познакомился Когда Жил В Германии Получается Да Ну Мы Познакомились Раньше Как-бы Еще Когда Одна Из них Приезжала В Новгород По обмену Вот И Как-то Это еще Не было Еще не было Никакой Сакуры Мы потом С ними Значит Пересеклись И Мы даже Можно сказать Стояли Немножко У истоков Сакуры У нас Было Изначально Вообще С пятером Мы это Делали Потом Как-то Мы уже Стали Больше Своими Делами Заниматься Вот У нас Один из Музыкантов Был на Лейбле Мид Генерейтер Его зовут Безумно Талантливый Чувак Но Он Вот Тоже Его Владовитость Это Что-то На грани Фантастики То есть Он Скидывает Альбом Типа Давайте Зарелизим И пока Я Делаю Релиз Подготавливаю Его Он Уже Сделал Новый Альбом А потом Еще Один А потом Еще Один А потом Еще Синглов Кучу И просто Это Какой-то Конвейер Просто Ну вот Это Примерно Так же Только Как-то Сейчас Они Подубавили Немножко Ритм А так В принципе Да Ну Возможно Это Связано С тем Что Они Используют ИИ Типа Музыку И мы И сгенерировали А они Сверху Биточек Положили Ну Как Нет Они Они Там Все Сведения Все Инструменты Сами Подбирают Как бы Ну Это Все Равно Ускоряет Процесс Ну Конечно Да Ну Да Вот Это Ускоряет Точно Конвейер Получается Да Но Как бы У них Конвейер Был Даже До И Вот Как бы Даже Когда Они Только Начинали В мае 19 Года У них По-моему Первый Релиз Вышел И Вот Они Где-то По-моему С ИИ Они Начали Работать В январе 20 Это Я Прекрасно Помню Как Мне Ульрики Писала Типа Йоу Зацени Что У нас Есть И Скидывает Нейросетку Вот Как бы А до Этого Они Ручками Сэмплами Все Как У Людей Не Роботы Ну Искусственный Интеллект Он В любом Суча Проникает Во все Сферы Жизни И Мне Кажется Он Многие Вещи Сделает Неузнаваем В итоге Сейчас Вообще Удобно Сейчас Вот Тебе Это Какая Концепция Для Медиа Арта Вот У нас Как бы Готовятся Несколько Медиа Инсталляций Вот И Как бы Для Их Концепции Для того Чтобы Уже Их Структурировать Концепцию Потому что Идеи В голове Есть А Они Все Разброс Шатания Вот Как бы Взяли В чат GPT Типа Сделай Напиши Идею Как реализовать Вот У нас Там Будет К примеру У нас Вот Мы Делаем Проект Звуковой Карты Нашего Города Карты Звуков Вот То есть Каждая Улица Будет У нас Записана В Вот Шум Улицы И вот Мы Как бы Просили Чат GPT Чтобы Он Нам Структурировал Эту Концепцию На самом деле Искусственный Интеллект Это Классная Штука Но Не Всегда Она Срабатывала Там Есть Примеры Как На Ютубчике Есть Шоу Где Коктейли Готовят На Примере Рецептов Которая Придумала Нейросеть Там Такая Дрянь Получается Так Это Как И с Кодом Знаешь Вот К примеру Если Ты Попросишь Нейросеть Написать Тебе Код Почти Где-то Процентов 30 Из этого Кода Работает Бывает Вообще Не Работает Ну Да То есть Все равно Искусственный Интеллект Он Не Заменит Интеллект Человеческий До Конца По крайней мере В ближайшее Время Это Все равно Будет С погрешностями Работать Зависит От Того Какой Код Ты у Нее Спрашиваешь Если Там Какой-то Базовый Кодик Так Десяточек Строк Ты у нее Попросил Она Может быть И напишет Тебе И оно Даже Наверное Будет Работать А Если Ты Прочишь У нее Legacy Код Какой-то Страшный С Кучей Ответвлений В Другие Файлы Возможно Используем В Внешних Сторонних Библиотек То Наверное Она Уже Может Так У меня Работает А А если У тебя Не Работает Это Твои Проблемы Да Я Как Типа Написал Да Вот Как И Как Вы Вчера Вспомнили Этот Фильм Она Очень Крутой Да Вот Где Писатель Себе И Музу Сотворил Вот Еще У нас Тут Несколько Несколько Ниточек Осталось Для Разговора Это Первое Это Давай Теперь Расскажешь Ты Про Свою Электронщину Почему У тебя Такое Название Метаноя Вообще Что Вообще Какой Концепт Твоего Проекта И так Далее И тому Подобное Все Слушаем А Окей Ну то есть Проект Метаноя Появился Я даже Не помню Когда он Появился Я Треки Писал Мне кажется Года С 2012 Но я Либо Их удалял Либо Не сохранял В общем Там Чушка Какая То Была В 2019 Году Я попал В больницу И чуть Не помер Вот Это Прям Не шутка Я Еле Врачи С того Света Вытащили Вот Я Лежал Смотрел В окно Ну а Там Там Была Церковь Из нее Трупов Выносили На Отпевание И я Лежал И думал Как же Глупо Ну то есть Я Сейчас Умру И ничего После меня Вообще Не останется И меня В итоге Откачали И Из больницы Я вышел И что-то Переосмысливал Немного В своей жизни Что как бы Не надо Там В стол Себе Складывать Эту музыку Надо попробовать Ее Выпускать И Собственно Появился Там Первый альбом Мой И Единственный Выпущенный Эстетик Вот Сейчас я на него Смотрю Уже так Со скепсисом Но Вроде Ничего Изначально Хотелось Быть Как Бэтсектор Получился Бэтсектор Который Есть у нас Дома Вот Во многом Все Вдохновля Вдохновлено Было Домом Моей бабушки Я очень Много У нее Оставался Дома У нее Радио Круглосуточно Играло А когда я был Маленький Радио Не было Радиотрансляции Не были Круглосуточными В какой-то Момент Там Все уходили И выключали Радиоэфир И оставалась Такая пустота Просто звенящая Со какими-то Скрипами И у меня Очень много Впечатлений Это вызвало Ты ночью Просто лежишь Смотришь В темноте На какие-то Предметы Вокруг И слушаешь Вот эти Хаотичные Шумы И В них Еще Периодически Какие-то Влетают В переговоры Которые Перехватило Радио В общем Это все Я пытался Воплотить И в принципе Вот в этом Проекте Я какой-то Шумовой Шумоамбитной Электроникой Занимаюсь Ну Тоже там С С долей Стёба Потому что Я вообще Не умею Ничего на Серьезных Чах Делать То есть Даже вот В этом Серьезном Альбоме Там Стэтик У меня Есть Трек В который Я засамплировал Жену Свою У нее Там Такая Из ее Песни Короче У нее Там Лилищная Песня А я Запичивал Это все И получусь Дмитрия Нагиев Какой-то Вот Ну То есть Да С какими-то Вот С Стебовыми Немного Моментами Которые Наверное Только Мне Понятны Вот Ну ты там Ну ты там Ее Это Сейчас Перебью Тебе Позволю Ты Этот трек Нам пришли Короче Вавки Мы его в конец Подкасту Да Без проблем Без проблем Вот И Есть еще Несколько Проектов Там Один Брейкорный Один В котором Я какую-то Вообще Размазанную Электронику Делаю Есть Реп Проект С которым Он По большей части Одноразовый Вряд ли мы к нему вернемся Мы с моим Товарищем Алексеем Кварс Эхо Сделали Такой Вич Рэп Он Вич Хаус Сделал Я что-то Читал Там Речитативы Про Всякие Страшные Вещи Вот И Сейчас Какой-то Новый Проект Сделал Тоже Шумный В общем Много Разной Музыки Делая И Вся Она Получается Как-то Спонтанно Никогда Не понимаешь Что я Сделаю Открываю Секвенсор И Либо Я вообще Ничего Не сделаю Либо Получится Что-то Что мне Неизвестно То есть Я никогда Не знаю Что я Сейчас Сделаю Вот Такой-то Трек С такими-то Битами С такими-то Ритмами С такими-то Шумами Это Всегда Какой-то Импровизационный Процесс И Мне весело А Есть Еще Мой Терапевтический Проект Группа Калава Рота Если Мне Плохо Да Группа Калава Рота Это Типа Ну Это Полнейшая Жесть Мне Хотелось Делать Что-то Конкретно Жесткое Я Если Я с кем-то Ругаюсь Если Мне Плохо Если Мне Дискомфортно Я Открываю Секвенсор И Начинаю Делать Какую-то Лютую Дичь Хотел Делать Кибер Грайнд Но Получилось Тоже Ритмик Нойз Кибер Грайнд С Сэмплами Старого Блэк Метал Короче Я думаю Рано или поздно Я там Накоплю Треков Выпущу На каком-нибудь Нойзовом Лейбле Или у себя Или не Выпущу Ну В общем Такая История Сделал Треки Становится Легче Будем Рады Предоставлению Записи Для эксклюзивной Это прям Эта музыка Полностью Оправдывает Своё название Поэтому Сразу Предупреждаю Ничего страшного Мы уже Примы Если у тебя Что-то есть Или Я хотел Спросить Есть ли Что сказать Слушателям Подкаста Да Так сказать В завершении Выпуска Или Если у тебя Есть Что обсудить То пожалуйста Ну Кажется Уже Всем Кости Перемыли И Всё Обсудили Поэтому 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 Думаю Всё Завершите В принципе Хочу Тем Что Всегда Говорю Не Стесняйтесь Своего Творчества Не Стесняйтесь Музыки Которую Слушаете Не Стесняйтесь Того Что Делаете И Продолжайте Своё Творчество Ни на кого Не оглядываясь Все Кто Делают Что-то В плане Музыки Они Делают Они Развивают Эту сцену Они делают Мир Лучше То есть Можно Сколько угодно Там Слушать Всяких Хейтеров Комментаторов Которые Пишут Что Всё Говно И Всё Там Стоично Но Развивает Музыку Не Желчные Всякие Вот Эти Душнилы А Музыканты И Каждый Кто Делал Свой Вклад Он Делает Вклад В Общее Развитие Электроники Пока Все Занимаются Музыкой Электронная Музыка Будет Жить Не только Электроники Касаться Вообще Всей Музыки Ну В общем Могу Сказать То же Самое Что Говорю Там В конце Каждого Своего Ролика Любите Друг Друга И Слушайте Хорошую Музыку Спасибо Что Посетил Наш Подкаст Пришел Рассказал Много Интересных Вещей Auf Wiedersehen Данки Шон Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok